Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. Я думаю, что накануне женского праздника, так и неэтично и неуважительно будет, по отношению к прекрасной половине, не поздравить в начале программы. Поздравим, потом уже перейдем к нашим серьезным мужским темам. Да, обязательно всех поздравляю, женщин, с праздником весны, с вашим замечательным женским праздником. Вы знаете, буквально накануне программы мне попались на глаза результаты социологических исследований, что в первую очередь женщины хотят получить в подарок на 8 марта. Согласно данным одного из исследований, 7-6% за то, чтобы деньги живые подарили женщины. На втором месте ювелирные украшения, ну и так далее, всевозможные интересные вещи. Ну это, наверное, правильно, чтобы женщина сама могла выбрать себе подарок, потому что мы, мужчины, к сожалению, иногда не понимаем их запросы. А вот результаты онлайн-исследований, что покупают мужчины в подарок для своих женщин через интернет-магазин, в первую очередь востребованы книжки, как ни странно. Хороший-хороший показатель, да. Ну странно в наше время, то есть, наверное, мужчины очень так хорошо думают о женщинах, но это, и слава богу. У нас сегодня в передаче в основном такие экономические темы, серьезные, и хочу я начать с антикризисного плана на 2016 год. Документ этот писал премьер Дмитрий Медведев 29 февраля. Документ обширный, там 120 пунктов. Реализация направлена на поддержку различных отраслей экономики и населения. Общая стоимость этих антикризисных мер почти 470 миллиардов рублей. Вот лишь одни из направлений деятельности. Кредиты регионам, это основная масса денег, из этого плана 310 миллиардов рублей. Поддержка автомобильной промышленности, 90 почти миллиардов. Поддержка инвалидов и так далее, и тому подобное. Ну вы, по крайней мере, вкратце, ну ознакомились, я думаю, с этим планом, и как его оценивать? Да, мне было любопытно, я его прочитал вообще полностью. Ну не могу сказать, что изучал, достаточно обширный, занимает больше 60 страниц. И, ну, впечатление двойственное на самом деле, потому что вот эти 470 миллиардов, во-первых, для того, чтобы победить кризис в стране и выйти на устойчивое развитие, эта сумма-то очень маленькая. То есть даже когда кризис был 2008-2009, суммы выделялись в разы больше, по-моему, в 5 раз больше, там о триллионах шла речь. Кроме того, 470 миллиардов выделяется далеко не на все проекты, которые там заявлены, там заявлено более 40 различных проектов, которые финансово поддерживаются, но из них по 23, по-моему, проектам, как таковой, финансы не расписаны, откуда будут взяты. То есть остальное, там 20 проектов, да, там источник, это федеральный бюджет, ну или другие какие-то источники, которые понятны, а по остальным непонятно. Там такая звездочка стоит и, так сказать, написано из дополнительных источников. Из каких непонятных? Ну, в принципе, понятно, то есть если будут деньги в бюджете, там, во втором полугодии этого года, а деньги могут как появиться, ну, если вот цена на нефть вдруг неожиданно поднимется и деньги появятся, вот тогда эти проекты будут профинансированы. А если нет, так значит нет. Исходя из 20, по-моему, да, долларов за баррель рассчитан от антикризисного плана, или побольше? По-моему, по-моему, все-таки, но вот как министр Шудукаев, он на 2016 год озвучивает цифру 35 долларов, но хотя это именно такой средний показатель, при хорошем раскладе, есть, конечно, и негативные, так сказать, тенденции, там, по 25 рассчитывается, но, в принципе, исходит из 35. Вообще, вот принятие антикризисного плана в первый день весны не поздновато, вроде как, два месяца прожили, а тут только еще принимаем антикризисный план, или не стоит заострять на этом внимание? Вы знаете, да, может быть, не стоит заострять, потому что какие-то меры принимаются, и антикризисный план был и в 2015 году, и он был, может быть, немножко поспешный, во всяком случае, не так сильно продуманный. Я хочу сказать, что мне, в принципе, сама структура плана понравилась, я так планированием занимаюсь, и скажу, что продумано неплохо, то есть, если бы поспешили, может быть, было бы хуже, может быть, было бы хуже. Не все там, конечно, идеально, некоторые вещи непонятные, вот как я говорю, источники финансирования, но некоторые продуманы неплохо, в частности, по тем направлениям, куда точно выделяются деньги из федерального бюджета, они, я считаю, что объективны. То есть, вы почувствовали, что специалисты приложили руку? Ну да, то есть, если брать 2015 год, там, в основном, все-таки, наши финансовые структуры, банки, как сказать. Банковские осветы, да, в первую очередь поддерживаются. А до реального сектора экономики, то есть, до промышленности, для тех, для производителей, как всегда, ничего не доходило. Здесь же все-таки нацелены, во-первых, на регионы, потому что, ну, вот и наша Кировская область, она же в долгах, все заложено, перезаложено, то есть, именно потому что надо было выполнять майские указы, то есть, финансировать. Майские указы, конечно, выполняются, но область, в результате, так сказать, в полном дефиците. Они выполняются, скорее, чем не выполняются? Они, скорее, выполняются. Скорее выполняются, конечно, да, потому что там, где они не выполняются, просто главы регионов китят, головы их не летят, и здесь, понятно, раз мы устойчиво стоим, значит, у нас все выполняется. Ну, вот, как-то так, да, а сейчас все-таки вот эти кредиты, которые регионы набрали, они будут гаситься, ну, частично, мне кажется, там все-таки сумма, хотя она, кажется, такой большой, 321 миллиард, но все равно это недостаточно большая сумма, чтобы все кредиты погасить. А для простого населения нашей страны, вот этот антикризисный план, он что означает? Мы будем жить вот на том же уровне, на котором живем в последнее время? Или чуть-чуть у нас лучше состояние будет? Или еще мы как-то провалимся в своих доходах? Ну, еще раз скажу, что не могу сказать, что я уж очень глубоко проанализировал, но вот из того, так сказать, беглого анализа, нет, лучше жить не будем по этому антикризисному плану. Ну, то есть, реальные доходы населения и, прежде всего, пенсионеров, к сожалению, в этом плане, так сказать, они будут падать. Ну, вот давайте, да, ближе уже к населению, уже о планах, вернее, прогнозов другого ведомства, ну, тоже, являющегося, конечно, частью правительства, я имею в виду Министерства экономического развития. Делает она прогнозы в отношении социально-экономического развития страны до конца 2019 года, ну, уж не знаю, можно ли это называть развитие. Ну, вот, какие там есть пункты. Замораживание зарплат бюджетникам, замораживание накопительной части пенсии, то, что мы уже имеем. Ежегодная индексация пенсии будет производиться только лишь на 4%. Сотращение реальных расходов в масштабах государства на здравоохранение, образование, культуру. Вы тоже так пессимистично смотрите в будущее? Ну, по этому году, да. По 2016 году, все-таки, надо быть реалистом, вряд ли мы, ну, дай бог, если остановится скатывание, вот скажем так, есть. То, что будет развитие, так сказать, улучшение к возвращению к прежним показателям, вот это даже сомнительно. То есть, есть, мало того, по тенденции скатывание дальше, то есть, ну, вот, еще, конечно, первый квартал не закончился, но первые месяцы показывают, в общем-то, отрицательную динамику по многим показателям, да. Давайте надеяться, но лучше, что к концу года, все-таки, мы именно выровняемся, и какая-то стабильность наступит. Что касается вот того... А условия-то для этого какие должны быть? Ну, условия-то в нашей экономике, которые, собственно, на нефть, на газ, то есть, к сожалению, условия-то цена на ту же нефть, на тот же газ, и, мало того, кроме цены, должны быть еще и продажи, объемы продаж, потому что сейчас, если вы следите за новостями, то там, значит, как-то сокращаются объемы поставок. Ну, во всяком случае, если не сокращается, то какие-то такие негативные приходят известия о том, что могут быть сокращены. Поэтому, с одной стороны, должны быть объемы, а с другой стороны, должна быть цена. Вот. Антикризисный план, о котором мы с вами чуть-чуть раньше говорили, он предполагает, вот, вторая его часть, вторая там по структуре экономики, предполагает, все-таки, начать развитие различных отрастей. То есть, так называемая диверсификация экономики, что происходило. Но, опять-таки, я не заметил, что какие-то большие деньги на это выделяются. То есть, не большие деньги, абсолютно. То есть, с такими деньгами, надо как минимум в пять здесь раз больше, я вам честно скажу, чтобы произвести, действительно, такой революционный переворот в экономике. То, что сейчас делается, это вот латание дыр. Вот, поэтому, и, наверное, Министерство экономического развития дает такой достаточно пессимистический прогноз. Он пессимистический, безусловно, да. То есть, но, я хочу сказать, что Министерство экономического развития, вот, сколько мне смотреть, специально посмотрел, какие прогнозы оно дало в 2008 году, какие прогнозы в 2019 году. Тоже не особо, да? Нет, они все время ошибаются. Ошибаются? Они все время ошибаются. Они в какую сторону? В большую или в меньшую ошибаются? То есть, прогнозируют, что плохо, но вышло лучше. Либо лучше, но плохо. Раньше они все время прогнозировали лучше, а выходило хуже. Да. Сейчас они спрогнозировали плохо, достаточно плохой сценарий. Вот мне интересно, то есть, он в какую сторону не оправдается? Он, конечно, не оправдается, с моей точки зрения, только в какую. Хорошо бы он не оправдался в лучшую сторону. Если, значит, судить по их прогнозам, то у нас в 2015-2016 году должно быть развитие, там, ВВП, по всякому случаю, 7% вот они такое прогнозируют, а у нас минус, по-моему, 3,5 или 3,8% оказывается. В общем, не доверяем тогда, скептически относимся. Да, будем надеяться на лучшее, но тот прогноз, который, ну, они, собственно говоря, не говорят, что это именно сценарий, который положен в основу, они его отрабатывают, то есть у них еще есть месяц для того, чтобы его утвердить. То есть они бросили, наверное, так сказать, в общество или специалистам, чтобы обсудить, посмотреть, какие прогнозы. Ну, мне лично кажется, что все-таки будет лучше. Я как-то, наверное, оптимист по жизни, и тот прогноз, который они как-то печально нарисовали, действительно, там, все плохо. То есть до 2020-го, до 2019-го года и так-то, в общем-то, плохо живем, но они предполагают, что еще на 10-15% все будут хуже жить. В общем, поживем, увидим, что называется. К теме бизнеса хотелось бы перейти. Вот в какой части. 1 марта президент наш Путин встречался с бизнесменами в рамках съезда торгово-промышленной палаты. Вот что он там заявил. Основная цель власти, по словам Путина, это развитие малого и среднего бизнеса в качестве инструмента диверсификации отечественной экономики. Диверсификация, то есть расширение ассортимента товаров. Мы говорили, как раз. Да, да, да. Согласны с этой поверью? Ну, конечно, потому что основная проблема российской экономики, это то, что она, как мы говорили, ресурсоориентирована. То есть нет различных точек приложения. Ну, есть, но они не так развиты. Но здесь, понимаете, какая проблема. Когда мы уповываем на малый и средний бизнес. Ну, во-первых, малый и средний бизнес, все-таки, в нашей стране, они не дают тех объемов экономики, допустим, да, показателей, которые они дают развитых странах. Возьмем Америку, до 80% экономику делают, малый и средний бизнес. А у нас это вот какие-то крохи остались еще недобитые, так сказать, бизнесмены. Действительно недобитые. Все-таки основа это все-таки крупный бизнес, государственный бизнес в том числе. И когда провозглашается цель, что давайте диверсифицировать экономику за счет малого и среднего бизнеса, у меня недоумение. Давайте диверсифицировать ее, но давайте начнем как раз с крупного бизнеса. То есть если мы вспомним период индустриализации, Сталинской, так сказать, да, это же была государственная программа, это был именно крупный, как бы мы сейчас сказали, бизнес. То есть государство занималось различными отрастями промышленности, а не... Ну, НЭП тоже был, но он плохо кончил. Поэтому, на мой взгляд, может быть, я чего-то не понимаю, что имелось в виду. Но за счет малого и среднего бизнеса диверсифицировать экономику в нашей стране в настоящее время невозможно. Вот по словам президента, крупные бизнесы и компании, в том числе, которые с госучастием, должны больше помогать своим младшим коллегам, в том числе в сфере госзакупок. Вот что-то плохо мне верится в том, что крупному бизнесу это интересно, и будут они помогать своим... Знаете, в нормальной экономике, то есть в рыночной экономике такой, как бы, термин, как помощь, он не... Ну, скажем, опять-таки звучит немножко странно. Выгодно или невыгодно? То есть, если выгодно помогает, причем выгодно может быть именно заключаться в том, что помочь сейчас какой-то компании, потому что потом это принесет тебе же какие-то дивиденды и успех. А государство занимается тем, что создает реальные механизмы, экономические механизмы, правовые механизмы, для того, чтобы вот эта помощь была выгодна, в том числе и крупному бизнесу или государству. А что значит помочь им? Давайте создадим условия, это люди сами, предприятия крупные, не то, что будут помогать, им будет просто выгодно осуществлять поддержку вот этих малых предприятий. А такой вариант, как объединение малых предприятий, вот есть несколько разрозненных, да, не очень крупных, и они как-то вот создали крупный свой холдинг, свои предприятия. Ну, опять-таки, если им это будет выгодно, это возможно, это и происходит иногда, но обычно, наверное, наоборот происходит, то есть как-то стараются развиваться малые предприятия до крупных, если есть такая возможность, и наоборот, если брать антимонопольное законодательство, то по идее крупные какие-то монополисты должны быть разделены на более, ну, может, не мелкие предприятия, это тоже крупные, но все-таки, так сказать, чтобы не было сосредоточено власть в одни-короках. Граница была видна заметна. Ну, да, то есть на Западе это активно происходит у нас, обычно наоборот. А как Вы к этому, то есть, президент, отнеслись, когда он с осторожностью отнесся к целесообразности накачки экономики деньгами, поскольку это в том числе наносит удар по малому и среднему предпринимательству? Многие же говорят, что мало у нас денег. Да, это да, это с позиции Глазева, которую я поддерживаю, но в данном случае, возможно, Вы не совсем точно идею передали, но возможно, да. Ну, или я не точно понял, потому что на съезде-то шла речь о фонде промышленного развития, который хотел бы выпустить свои акции на 400 миллиардов рублей, ну, таким образом. И президент говорил насчет того, что вот эти 400 миллиардов рублей, ну, акции не акции все равно, то есть они поступят же в экономику, да, то есть это тоже деньги, только другого рода, да. Они как бы лишние, избыточные. Вот он об этих деньгах говорил, как мне кажется. Вот. И, ну, если эти деньги не будут ничего обеспечены, то, конечно, вопрос, они тоже какую-то роль в разгоне инфляции могут сыграть. Я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. У нас есть еще время до перерыва, и я хотел бы перейти к теме подготовки новой редакции Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Авторы, собственно, нового редакции говорят о том, что устарел КОАП наш, он разрабатывался 15 лет назад. И если посмотреть на проект этого документа, там много всего интересного. Хотелось бы, чтобы вы высказали свое мнение. Ну, надо сказать, оговориться, что на последнем заседании рабочей группы Госдумы, которая готовила этот документ, выяснилось, что на то, чтобы реализовать его в полной мере денег нет, собственно. Непонятно, когда он будет реализован, когда он вступит в силу. Вот, в частности, есть такой пункт в новой редакции КОАП, предусматривающий ликвидацию юрлица или прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за административное правонарушение. Сейчас такого нет. Ну, если это грубое административное правонарушение, грубое, и неоднократное, или неоднократное, возможно, да. Ну, возможно, да. Потому что ведь, ну, тут надо, конечно, конкретные примеры, но когда какое-то предприятие или индивидуальный предприниматель грубо нарушает некие правила, которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья населения, в том числе могут быть и смертельные сходы. Ну, мы, допустим, знаем сейчас в Кирове, ну, так сходу я просто какие-то примеры, когда с крыши там сосульки падают снег, а по идее это административное правонарушение, потому что собственник обязан поддерживать крыши. В настоящее время в статье уголовного корпуса, там, невыполнение работ и так далее. Вот это уже уголовное. Но я, насколько знаю, вот просто сталкивался с этим, административно за это тоже накладывают штрафные санкции. На счет уголовного не знаю, но административно накладывают штрафные санкции за неочищенные крыши, допустим, да. То есть, и действительно, если, ну, тут, может быть, это не столь строго, но если это привело к каким-то таким, может быть, последствиям, сами понимаете, что, наверное, надо как-то таких собственников или предпринимателей в том числе наказывать, ну, просто запретом заниматься деятельностью. Тут, может быть, крыши не самые удачные примеры, но то, что вот сходу приходит. Ну, понятно, понятно, да. Еще такая норма, возможно, появится. Будет введена состязательность судебного процесса по административным делам. То есть, то, что вот сейчас происходит в уголовном суде, в арбитраже. В уголовном-то насчет, я не знаю, состязательность гражданская, так сказать. А, гражданская. В уголовном праве, да, оно у нас состязательное. И мне кажется, состязательность, это всегда лучше, чем вот такая обвинительная направленность. Вот уголовное право у нас как раз обвинительную направленность имеет, а состязательность, это вот я приветствую только. И в том числе и в административном, так сказать, праве, если это ведут, мне кажется, это шанс отбиться, скажем так, от неправомерных наездов каких-то органов. Но это дополнительная ведь нагрузка на судебную систему, да? На судью непосредственно. Безусловно, но на судью-то скорее, знаете, на те стороны, которые будут судиться, потому что они должны доказываться, в общем-то, достаточно, так сказать, более качественно в правоту своих позиций, чем было до того. То есть вы поддерживаете? Я это поддерживаю. Да, возможно, да, было бы, что называется, справедливее решение в итоге. Еще содержится пункт о том, что у нас привлечение к административной ответственности, сейчас у нас 16 лет, как известно, в некоторых случаях будет осуществляться с 14 лет. 14 лет у нас сейчас уголовная ответственность. Вы знаете, я не так хорошо знаю, все-таки, правовую систему. А, насколько известно, родители несут ответственность за тех подростков, скажем, правонарушителей, которые не достигли возраста, несения ответственности. Поэтому, в общем-то, разница-то в чем? То есть сейчас несут родители, а там понесет непосредственно сам нарушитель. И у нас все-таки в административном кодексе в основном штрафы. А в 14 лет он все равно своих собственных денег не имеет. Точно так же, значит, будут нести ответственность родители, как и несли. Поэтому я вот здесь эту норму, ну, я, понимаете, может быть, не понимаю. Просто что хотели законодатели ей вложить. То есть, и все равно будут родители несут ответственность. И в том, и в этом случае. Дальше веселее. Дальше веселее. Если ты, находясь на борту самолета, выпил, устроил скандал, то все, тебе запретят пользоваться, ну, непонятно чем. То ли услугами этой авиакомпании, то ли вообще летать на самолетах. Ну, вот есть такая новая цикла. Ну, как я понял, то есть я слышал об этом, об этом дискутируется. Но, как я понял, вообще, да, летать на самолетах, ну, на мой взгляд, должно быть ограничение. Это нормальное ограничение, но единственное, что не навсегда надо. Не навсегда. Ну, как вот с правами, допустим, ты нарушил, да. Лишен право на два года. На какое-то. Так же и лишен права летать на два года. Это, мне кажется, нормальная идея такая. Хорошая идея, все-таки, будут как-то сдерживать потенциальных таких буянов. Для выпивающих на улице тоже какие-то новые ограничения будут предусмотрены. Их, возможно, не будут пускать. На тот же стадион содержится это в новой редакции. Все, как вам это? Я просто думаю, как реальность это будет делать. Ну, выпил, пошел на стадион. То есть будут все стоять эти охранники и замерять у каждого промилля. Тогда должно быть в законе прописано, со сколькими промилля можно на стадион, а сколько нельзя. Потом ведь должны быть права еще замерять. Сейчас это вот у ГИБД такое право есть. А у тех, кто охранники на стадионе, у них такого права нет. Поэтому вот эта норма, она последует за собой кучу таких подзаконных актов. Ну, нужно и, да и в законы, очень хорошо прописывать. Вот это очень непросто, я скажу, реализовать. Вот таким, напомню, может быть новая редакция кодекса об административных правонарушениях. Но еще раз повторюсь, что власти констатировали факт, что денег на это надо много и денег этих нет. Предлагаю, что спереваться на небольшую рекламу, я напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. И сегодня в гостях, в особом мнении, у нас Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук. Поговорили мы, прошлись по федеральным новостям. Сейчас хотел бы сосредоточиться на нашем местном уровне. Вот что интересует многих в последнее время. Региональный наш штаб Общероссийского народного фронта предложил депутатам областного законсобрания как можно скорее рассмотреть вопрос об ограничении доплат из областного бюджета бывшим государственным и муниципальным чиновникам. Это серьезные траты, надо сказать. По данным эксперта Общероссийского народного фронта и депутата ВЗС Василия Сураева, в прошлом году 22 бывших чиновника получили в качестве доплат в общей сложности порядка 20 миллионов рублей. Да, серьезные траты. Серьезные. Ну там очень интересные правила. Проработал человек в правительстве 3 года, он уже имеет право на какую-то доплату. Проработал 5 лет, еще больше доплаты. Вот как вам такая система иноглой? Ну представляете, практически больше, почти по миллиону каждый, так сказать, в среднем получил. То есть, так посчитать, получается 60, там сколько, 70 тысяч. Но в любом случае... Доплата к пенсии. В любом случае это, да, большая часть. Да, и когда наши бабушки получают по 10, ну 10 это уже хорошо считается 12 тысяч рублей, то немножко это смущает. Я, честно говоря, наверное, поддерживаю все-таки позицию Сураева, да, вы сказали. Ну и вообще ВНФ. Да, потому что если чиновник будет знать, что ему вне зависимости от его, так сказать, работы, не будет ему вот этих выплат, на которые он рассчитывает, может быть он будет лучше работать для народа действительно. Потому что сейчас непонятно для кого работают, хотя всегда позиционируется, что для народа, но на самом деле для отчета наверх. То есть, и любой чиновник, какой бы он уровень ни занимал, он, прежде всего, так сказать, боится не того, что будет там, что высказывается народ, что тут скажем мы с вами, так сказать, на радио. Он боится, что ему скажут сверху. А самое главное, то наш чиновник хочет спросить, перед кем отчитывается? Который на самом верху-то. По идее, он должен отчитываться перед Богом. А перед кем он на самом деле отчитывается, только Богу известно. Поэтому, так вот, если, значит, не будет этих выплат, то я думаю, что все-таки задумываются о том, как вот бабушкам нашим живется, как народу живется. Потому что когда-то, когда они выйдут на пенсию, они также точно будут жить. Поэтому, наверное, это такая инициатива правильная. Но вы за то, чтобы полностью убирать эти доплаты, либо как-то их подсократить? А как мы только будем подсокращать, так они будут постепенно все увеличиваться. Вот если убирать, так надо полностью убирать. И именно ставить чиновников в общий ряд, как и всех остальных. То есть не только чиновников. Есть очень много других категорий. Однослужащие и те, кто приравнен. Которые имеют определенный льгот и тоже, да. Вот если бы всех приравнять, и действительно, как-то было бы более справедливо. И пенсии, наверное, средние бы сразу повысились. Нашлись бы деньги на это дело. Кстати, по поводу доходов чиновников. Вы знаете, накануне мне попалось любопытное высказывание руководителя политической экспертной группы. Знакома вам такая структура? Нет. Мне она тоже была до вчерашнего дня практически незнакома. Зовут руководителя этой организации Константин Колычев. Политолог, политтехнолог. Он, кстати, в 90-е годы возглавлял... Колычев, наверное. Или Колычев. Партию любителей пива он возглавлял в 90-е годы. Такая неоднозначная фигура. Так вот, он сказал, что россияне, дорогие, не надо в наше кризисное время завидовать чиновникам, депутатам и сенаторам, чьи зарплаты значительно выросли в прошлом году, несмотря на экономические кризисы. Не завидуйте. Да, он признает, что существенно доходы их поднялись, но и нагрузка на них возросла. И поэтому не стоит им завидовать. Несладко им приходится. Трудятся они на благо нас. Как вам такая позиция? Ну, завидовать, это зависть, вообще плохое качество. Поэтому, вот, что касается зависти, я бы поддерживаю. Завидовать не стоит. Все остальное, ну, можно поспорить. Одна из десяти, да, заповедей, собственно. Нет, в десяти заповедей, господь, зависть, ничего не горится. Да, хорошо. Плохо завидовать. А вот по сути? Ну, по сути, конечно, он прав. В смысле о том, что зависть, это плохо, это он прав. А то, что, ну, как бы чиновники, существенно зарплата повысилась, потому что у них какая-то нагрузка повысилась. Но, я не знаю, наверное, не так чиновники хорошо работали, раз так, как бы, плохо строение все происходит, кризис произошел, это ведь тоже, наверное, результат их деятельности. Поэтому, собственно говоря, за что повышать зарплату-то? То есть в кризис все должны страдать, мы страдаем, пускай тоже страдают. Ну, вот еще один аргумент приводит к тому, что не надо завидовать. Если перевести зарплату наших чиновников в евро и рубли, совершенно невысокие суммы получатся по рамкам забубежных стран. И они живут не здесь, не за рубежом, поэтому почему мы должны переводить в евро? Мы живем в рублевой зоне, поэтому и все продаются рублями, а не евро. Это вообще, скажем так, неуместно переводить зарплату в евро или в доллары. Не иностранцы же. Еще одну хотелось бы затронуть нашумевшую законодательную местную, опять-таки, инициативу. В последних дней бизнес-сообщество ее накануне обсудило, высказало свое возмущение. Суть вот в чем. В наш региональный парламент внесен законопроект, который ограничивает продажу алкоголя. Речь идет о том, чтобы запретить продавать спиртное в кафе, барах и прочих заведениях общепита, которые располагаются в жилых домах и при строях к ним. И время запрета с 11 вечера до 10 утра. Ну, то есть, время запрета продажи в магазинах алкоголя. Бизнес-сообщество возмущено. По данным того же бизнес-обудсмена нашего, Андрея Вавилова, у нас практически треть этих заведений общепита, продающих алкоголь, она находится как раз-таки в жилых домах. Это серьезный ущерб. Люди, понятное дело, ночью в бар идут не за тем, чтобы покушать, в первую очередь, а, наверное, для того, чтобы как-то... Ну, а чем обоснуется-то эта инициатива? На жалобы от жильцов этих домов. Ну, знаете, насчет жалоб они будут всегда. То есть, когда эти запретят с заведением торговать, значит, жалуются же на что-то другое будут. Ну, Вавилов сказал, ведь, собственно, нарушают общественный порядок это не бизнесмены, а посетители. Логично. Те, кто находятся в баре, я думаю, они их по общественному порядку в тот момент не нарушают. А те, кто находятся на улице, это вовсе не обязательно посетители того же бара. Я уверен, что эти жалобщики, так сказать, им бы лишь бы пожаловаться. То есть, они что, выясняли, что из этого бара вышел человек, который что-то сделал? И что он, собственно, сделал? Вызывайте милицию, пускай они его, так сказать, наказывают. Я, собственно, не по этому. То есть, я насчет жалоб знаю, как они просто делаются. Есть категория людей, которая не может не жаловаться, она жалуется. По любому поводу, да. А что касается вообще инициативы, ну, здесь, мне кажется, опять-таки, дискриминация по отношению одних предпринимателей к другим. Тогда уж запрещайте всем предпринимателям торговать в кафе и барах после 11. Почему одни можно, другим нельзя? Или не запрещайте никому. То есть, вот, я не вижу большой разницы в том, что отдельно стоящее это здание или не отдельное. А как будет с категорией гостиниц? А в каждой гостинице есть ресторан. А это как? А там тоже люди живут. Им мешает или не мешает то, что люди, значит, в баре находятся? Ну, странная вообще позиция. Ну, мне кажется, она необоснованная. То есть, на мой взгляд, запрещать не надо, конечно, но если уж запрещать, запрещайте всем, чтобы не было преференции к каким-то отдельным категориям. А помните, у нас еще раньше была тоже инициатива законодательная в городе о том, чтобы запретить торговать алкоголем в магазинах, которые находятся уже в домах? Помню. Помните. Как это вам тема? Ну, здесь она, может быть, более актуальна, на самом деле. Потому что одно дело о торговле, а другое дело, когда это заведение общепитовское, то еще там находится, и не все же там пьяницы вообще. В общем-то, в нормальных точках общепита таких посетителей не только выпроваживают, еще вызывают ему такси, совет такси, чтобы, не дай вам Бог, кто-то не набуянил и не вызвал агрессию со стороны как раз жителей этого дома. То есть я наблюдал такие явления, когда действительно люди, действительно машину вызывали, садились, уезжали. То есть нормальные собственники вот этих кафе и баров, они заботятся о том, чтобы не было никаких эксцессов. И еще один вопрос, еще одна просьба высказать свое особое мнение по конкретной теме. Я имею в виду то, что, возможно, уже летом этого года Общественная палата Кировской области получит право законодательной инициативы. Об этом сообщил нам секретарь Общественной палаты Дмитрий Курдюмов. Все дело в том, что палата не так давно в феврале встречалась с губернатором, и губернатор поддержал идею наделения Общественной палаты именно правом законодательной инициативы. Правда, какая-то будет хитрая схема. Не каждый член Общественной палаты получит это право, а только высшие органы палаты, пленарное заседание и совет. В Конституции, начну с этого, у нас Общественная палата не наделена правом законодательной инициативой. На мой взгляд, это вообще разумная инициатива. Да, потому что вообще Общественная палата была создана, но у нее нет никаких полномочий абсолютно. Ну, вот что-то поговорить, что-то высказать. Ну, пригласить чиновника, и что? Совершенно чиновникам это, так сказать, как-то мягче сказать, но безразлично, потому что нет никаких последствий. Поэтому, если будет хоть малейшая возможность выступать, ведь законодательная инициатива, это не значит, что обязательно закон будет приняться. Но, я так понимаю, будет принимать порог. Но законодательное собрание, хотя бы законодательная инициатива, это придаст вес Общественной палате. А иначе у нас Общественная палата, как рупор, общество, общественный рупор, то есть оно совершенно не имеет никакого веса. Ну, не имеет, на самом деле. А не смущает ли вас то, что по новым правилам формирования Общественной палаты, вот третий созыв, у нас он сформирован уже, в том числе и 12 представителей ОЗС. Вроде бы есть ведь связь-то. Что мешает этим людям общаться с депутатами, раз они их выдвигали в Общественную палату, предлагать эти инициативы? Дело в том, что там все-таки партийные списки и часто депутаты выражают мнение не свое личное, я имею в виду при голосовании, а именно мнение партии. И они, в общем-то, зависимы в этом отношении, а Общественная палата может выразить какое-то иное мнение, и вполне возможно, что какая-то инициатива и пройдет. То есть, вот еще раз, поймите, что наделение инициативы, это вообще минимум, что вообще может быть сделано. Потому что инициатива дальше-то пойдет через сито вот этих всех партийных фракций, и не факт, что она еще пройдет. Пусть проявляют инициативу. А то, что не каждый может, член Общественной палаты, тоже правильно, потому что мы тогда уже совсем у нас такой разброс, что они никаких продолжений накидают. Завершается программа «Особое мнение». Напомню, что гость студии Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук. Спасибо. Женщины, черных, с праздником. Да, спасибо. До свидания и с праздником всех наших женщин. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok